МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А я и не знала, что любовь может быть жестокой. Юлька, а ты знаешь, что много клубники есть вредно? А ты пей свой чай и не каркай. Ну, хватит уже с утра пораньше. А правда, Юля, ты почему чай не пьёшь? А я этот ваш чай больше никогда пить не буду. Три месяца участвовала в акции, выцелала этикетки, мечтала выиграть поездку в Лондон. И ничего, ни ответа, ни привета. Хоть бы спасибо по почте прислали. А у тебя ещё этикетки остались? Нет, и тебе-то зачем? Так я тоже участвую в этой акции. И мы всем отделом на работе. А, теперь понятно, куда мои этикеточки одеваются. Семья из провинцийного местечка Отримала раптово телеграмму Не сказано, что дит их занедужа Что, нибудь, он стопкий и хорит дуже. Да, дома Манюлья и Виталий. А я-то думаю, почему это папа стал футбол с чаем смотреть? Да я-то что. Вот дедушка молодец. Он якобы где-то вычитал, что от чая лучше цветы растут. Так вот, Марго заставил все растения в доме чаем поливать. Кто бы говорил, моя аппаратура зафиксировала, что твоя жена принимала целую чайную ванну. Между прочим, это очень полезно для кожи. Стоп, стоп. Ты что, подсматривал, как Лена ванну принимает? Да успокойся, она не в моём вкусе. Химический анализ осадка на ванне показал. Ну, знаете, не мне, конечно, судить, но вы себя ведёте как дети. Да, никому верить нельзя. Вокруг одни шарлатаны. Всё. Я тоже выхожу из акции. Вот-вот. Поэтому ешьте клубнику. Она, по крайней мере, вкусная. Ладно, сидите. Допивайте свой чай. Зарабатывайте для меня этикетки. Так уж и быть, сам открою. Здравствуйте. Я правильно попал? Улица Крещатик, дом 65, квартира 7. Если целился хорошо, то и попал правильно. Я, Микуленко Юрий, менеджер чайной компании. Вы принимали участие в нашей рекламной акции? А документы у менеджера есть? Пожалуйста. А вы что, в милиции работаете? Здесь вопросы задаю я. А, ну, понятно. Ну, давайте. Вы принимали участие в нашей рекламной акции? Да, всей семьёй. Тогда от имени нашей компании хочу поздравить вас с победой. Компьютер выбрал именно ваш адрес. Нет, подожди, сынок, подожди. Что-то у тебя больно всё складно получается. Откуда ваш компьютер узнал мой адрес? Ну, как же. Вы присылали нам этикетки. А на них обратный адрес. А ты не обижайся, сынок. Не обижайся. Лишняя проверочка никогда не помешает. Ага. Позвольте мне вручить вам наш главный приз. Путёвку в Лондон. Распишитесь вот здесь, пожалуйста. Оп, оп, оп. Замечательно. Хорошей вам поездки. Пейте наш чай. До свидания. Лондон, Париж. А я знала, я верила. Первый раз в жизни мне так повезло. Второй первый раз тебе повезло, когда я согласилась выйти за тебя замуж. Матюристы все умеют вывернуть наизнанку, конечно, во вторую. А может, чайку? С удовольствием! Что у вас произошло? Входная дверь нараспашку, крики на весь дом. Фёдор Петрович, вы, конечно, мужчина темпераментный, но не до такой же степени. Я сразу подумал, у вас либо драка, либо свадьба. А у нас Лондон. Представляете, мы всей семьёй целый месяц собирали и отправляли этикетки от чая. И вот у нас главный приз. Ну, что же вы стоите, Фёдор Петрович? Открывайте шампанское. Так потому и не открывал, что вас ждал. Долго. Как и Лондона, всю жизнь. Ура! Невероятно! Невероятно! Вы знаете, я ведь тоже принимала участие в этой акции. Но, как видно, не судьба. Ну, а вы уже решили, кто поедет в Лондон? В смысле? Ну, насколько я помню, путёвка даётся только на одного человека. Спасибо за участие. Поездка в Лондон. Семь дней, пять звёзд. На одного человека. Поедет только один. Поедет только один. Поездка в Лондон. 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 Ой, нет, не может быть! Юленька, доченька, а что с тобой? Это долбанная клубника! Это все Виталька накаркал! Юленька, что случилось? Что, что? Меня все обсыпало! Так ты открой дверь, мы с мамой посмотрим! Ага, сейчас! Меня даже зеркало боится! Я никому не покажусь! Юля, а ты что, собираешься там все время сидеть? Мам, а я в туалет хочу! Виталь, подожди! Юля, открой дверь, это глупо! Ни за что! Папа, я в туалет хочу! Подожди, Виталик! Юля, Виталик хочет в туалет! Прекрасно! Просто блеск! Я тут эволюционирую в клубнику, а их заботишь, что Виталик хочет в туалет! Юленька, ничего страшного! Виталик подождет, эволюционируй спокойно! Я хочу сказать, Юля, мы же волнуемся! Дверь открой! Отойдите от двери! Иди, Виталик! Я так за Юльку переживаю! Ничего страшного! Меня в Сайгоне не так обсыпало! Страшно другое! Как мы решим, кто из нас поедет в Лондон? Если кто-нибудь рассчитывает, что это помешает мне в борьбе за путевку, то он сильно ошибается! Ну, у кого какие будут предложения? А давайте рассуждать логически! Виталик не сможет поехать, потому что он несовершеннолетний! Ну, что, правда? Ты не отчаивайся! Судьба путевки будет в твоих руках! Как это? А мы посредством экзаменов определим, кто из нас лучше всех знает английский язык! Всем будет дано три дня на подготовку! А потом председатель экзаменационной комиссии Честно и беспристрастно определит, кто готов лучше всех! Клёво! Виталик, председатель комиссии, на экзамене по английскому? Да он украинский, и то со словарём только! Спокойно! Давайте попросим Надежду Максимовну быть независимым наблюдателем! Все согласны? Согласен! Согласна! Ну, ладно! Клёво! Лондон! 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 Какой Джон? Фёдор Петрович. I live in Киев. Окей. My name is Фёдор Петрович. I live in Киев. Виталик. На время проведения операции зовите меня просто, господин председатель экзаменационной комиссии. Хорошо. Господин председатель экзаменационной комиссии, вы не могли бы оказать содействие одному из конкурсантов в миру, именуемому просто. Отцом. Папе, помоги. Я не обижу. Это что, вы мне предлагаете взятку? Я взятку? Боже упаси. Я предлагаю велосипед. Велосипед? Не просто велосипед. Велосипед с двадцатью семью передачами и задними амортизаторами. Клево. Это можно расценивать как согласие? Господин председатель экзаменационной комиссии. К чему формальность? Для вас просто, Виталик. Поруха. Поруха. Союз меча и орала. Виталик. Моунинг. Моунинг. Господин председатель экзаменационной комиссии. Неплохое начало. Я готовлюсь, правда. Я все спряжения выучила. Ну, понимаете, на экзаменах я так волнуюсь, что могу что-нибудь забыть. Поэтому, зная, как вы не любите пылесосить, особенно мыть посуду, я предлагаю компромисс. Чего? Я говорю, помоги маме выиграть. Еще чего? Я же конкурсантка и по совместительству еще и мама. Могу освободить вас от работы по дому на целых два месяца. Год? Три месяца. Девять месяц? Четыре? Полгода. Идет. Только сс! Сссс! Свою с меча и орала! И чего? Ничего. Так. О чем вы шептали с отцом в углу прихожей? Ни о чем. Ни о чем не шепчутся, ни о чем разговаривают во весь голос. А с мамой на кухне тоже ни о чем? Я не понимаю, о чем вы говорите. Это попытка оказать давление на председателя комиссии? Я буду жаловаться маме. Сядь и успокойся. Никто ни на кого давить не собирается. Я предлагаю взаимовыгодную сделку. Ты отдаешь мне победу на экзамене, а я тебе вот это. Кассету? Здрасте. Буду и рисковать из-за какой-то кассеты. А это не простая кассета. Слушай. А давай в четверг в кино на звездные войны пойдем. Точно. Вместо математики. Я за тобой зайду. А то меня дед и отец в этой... Убедил. И чтоб все было гладко. У меня твоих записей на целый платиновый альбом. Юлька. Вот так. Да. Все, Юлька, ты в моих руках. Будешь делать все, что я тебе скажу. А иначе покажу эту фотку всем твоим женихам. Твои условия. Ну, для начала я хочу, чтобы ты брала меня на все свои тусовки. Ты с ума сошел? Ты же знаешь, там все уже взрослые. Им с тобой будет неинтересно. Ну, если я им покажу эту фотографию, то им и с тобой будет неинтересно. Да все. Твой плеер. А контрольный пакет на криворожь сталь ты не хочешь? Не хочу. Точно не хочешь? Точно не хочу. Вы с нами, вы с нами, вы с нами, вы с нами. Приняем. Дорогие экзаменующиеся, сегодня великий день вашей жизни, бла-бла-бла и все такое. Короче, поздравляем, желаем удачи, пожалуй, начнем. Да. На подготовку дается один час. И никаких шпаргалок. Тяните билеты. Тяните, тяните. Можно я возьму другой билет? Исключено. Товарищ председатель, а как же союз меча и орала? Мама! Время пошло. Опять шпаргалок. Разрешите мне? Как председателю экзаменационной комиссии зачитать результаты ваших трудов. Итак, Шевченко Юлия, 5 баллов. Комиссия напоминает, что экзамен оценивался по 12-балльной системе. Так нечестно. Шевченко Елена Викторовна, 8 баллов. Поздравляю. Спасибо. Шевченко Федор Петрович, 10 баллов. А мне? А вам, Евгений, просто спасибо за участие. Таким образом, главный приз путевка в Лондон достается Шевченко Федору Петровичу. Ура! Поздравляю тебя. Поздравляю. Спасибо. О! Я открою. До свидания. СМЕХ СМЕХ А, Микулинка Юрий Анатольевич, прошу. Прошу. Вы уж простите, у нас тут ошибочка вышла. Я квартира ошибся. Не смешно. Распишитесь вот здесь. Не смешно. Ага. Скажите, а ваши соседи из восьмой квартиры дома? Я из восьмой квартиры. Надежда Максимовна? Да. Улица Крещатик, дом 65, квартира 8. Да. Ну, что ж. Ну, что ж. Тогда от имени нашей компании поздравляю вас с победой. Компьютер выбрал именно ваш адрес. Распишитесь. Вот здесь. Ага. 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 Биг Пен. Нормально. Звездной войны пойдем? Точно. Вместо математики. Я за тобой зайду. Откуда у тебя эта кассета? У деда выменяла. Что ты за нее хочешь? Первое. Никаких тусовок с моей компанией. Второе. Мой плеер. И, конечно же, фотографию. Шантажистка. С сегодняшнего дня в моем доме никакого чая, только кофе. Да мы сами хотели тебе это предложить. Собери три мембраны от такой же кофейной банки и выиграй главный приз. Путешествие в Париж. Предупреждаю. Банка моя. Виталий, где кто ее адрес? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова